В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Съемная квартира и ипотека. Как реализуется федеральная программа для молодых семей в Рязани. В предновогодние дни загораются не только гирлянды. В Рязани появился первый светящийся пешеходный переход. И у полиции горячая пора. Пиротехника как неотъемлемый атрибут новогодних праздников. Лишь бы все законно. Молодой семье доступное жилье. С таким лозунгом не так давно в России стартовала федеральная программа, которая на практике в Рязани не работает. В рамках реализации этого проекта люди должны были заселиться в новое жилье еще в апреле. На деле на месте нового жилого комплекса до сих пор нет котлованов под фундаменты домов. Дольщики объединились для того, чтобы решить эти проблемы. Анна Герцовская выясняла подробности. Таунхаусы и два многоквартирных пятиэтажных дома. Вот что должно было появиться здесь, в поселке Ворске Рязанского района под занавес уходящего года. Об этом свидетельствуют проектные декларации, размещенные в свободном доступе на сайте федеральной программы «Жилье для российской семьи». Квартиры здесь предоставлялись на льготных условиях определенным категориям граждан, работникам соцсферы, бюджетных учреждений, военнослужащим, молодым семьям до 30 лет, имеющим одного и более детей. Застройщик выбирался нашим правительством на основании аукциона, который состоялся в 2014 году. Сама земля, на которой расположен объект, принадлежит федеральному фонду АИЖК, агентство ипотечного жилищного кредитования, и выделялась под застройку объектов для льготных категорий граждан. Ипотека со сниженной процентной ставкой, скидки на квартиры. Чтобы получить такие привилегии, дольщики собирали данные. Люди надеялись, что, участвуя в государственной программе, получат объекты в апреле следующего года, как это планировалось. Но сейчас здесь построено только три этажа одного из домов. Стройка заморожена с лета текущего года. Дольщики живут обещаниями. Последний раз застройщик озвучил, что работы продолжатся с 15 декабря этого года. Мы решили выяснить, почему этого не происходит. Прокудин Александр Васильевич, директор рязанского филиала «Килстроинвеста», так и не перезвонил Роману. Нашей съемочной группе также не удалось связаться. не с одним представителем компании, ведущей строительства. Раньше в офисе на Проволыбске, ну это офис «Килстроинвеста», там было много людей. Вот туда приходили, там и менеджеры были, и всякие другие персонажи. Вот. И сейчас всех сократили, насколько нам известно. Сейчас осталась там одна девушка. По словам Дмитрия, каждый раз эта девушка предоставляет дольщикам разную информацию о процессе строительства. Кроме того, граждане рассказали, что на недавнем совещании, которое состоялось в рязанском офисе «Килстроинвеста», приняли участие совет директоров компании застройщика и полномочный представитель рязанского минстроя Александр Александрович Токмачев. По итогам этого совещания Александр Александрович Токмачев утверждал, что соберет нас в офисе рязанского филиала и сообщит о результатах дальнейшего строительства. С устных слов было подтверждено, что грандиозного масштабного строительства проводиться не будет. Если какие-то движения по стройке будут происходить, то это будет в индивидуальном порядке. Дольщиков так никто и не собрал. Для общения и выход из сложившейся ситуации они хотят найти в освещении проблемы. В их интересах, чтобы дома все-таки были достроены, поскольку люди боятся разрывать договоры с застройщиками. Ведь нет гарантии, что им выплатят полную сумму, взносы за ипотеку и процентную ставку. Хотя это вполне будет возможно для людей, купивших квартиру после наступления 2017 года. С 1 января в законную силу. Теперь денежные средства люди могут получить с компенсационного фонда. Все денежные средства, которые были уплачены по договору, и если подтверждением этому являются кассовые товарные чеки, то, соответственно, все денежные средства можно будет вернуть. Пока на запросы дольщиков прокуратура Рязанского района дала ответ. Сейчас по факту мошеннических действий застройщика Килстроинвест проводится процессуальная проверка. Однако, пока тянутся все эти разбирательства, дольщики продолжают оставаться в неизвестности. В основном они все одновременно снимают квартиры и платят за ипотеку. В свою очередь, правительство Рязанской области обещало урегулировать данный вопрос, чтобы люди, наконец, почувствовали себя уверенно и комфортно в честно купленных квартирах. В любом случае, дольщики с их проблемами один на один не останутся. Я занимаюсь этой проблемой, ответственные лица занимаются этой проблемой, и мы делаем для этого все, чтобы решить эти вопросы. Не затягивать, как это было раньше, когда люди по пять лет не могли добиться решения их вопроса. Этого не будет. Глава региона говорит о том, что дольщики не останутся со своей бедой один на один. Людям остается надеяться, что помощь к ним придет в кратчайшие сроки, поскольку им тяжело находиться в неопределенном состоянии. В Рязани появился первый светящийся пешеходный переход. Он меняет цвет с красного на зеленый в зависимости от цвета светофора. Оценила новшество и убедилась в том, что это не новогоднее украшение Галины Ершова. Новые технологии на страже безопасности граждан. В Рязани появился первый пешеходный переход, оборудованный светящимися полосами, так называемыми наземными светофорами. Они установлены на одном из самых опасных перекрестков города, где правила дорожного движения нарушают как автомобилисты, так и сами люди. Это пересечение улиц Дзержинского и Первомайского проспекта. Несмотря на то, что на этом перекрестке пешеходы могут перейти дорогу в трех местах, новые световые полосы пока установлены только здесь. Загореться они могут двумя цветами – красным и зеленым, в зависимости от того, какой сигнал светофора сейчас горит для пешеходов. Секрет в том, что устройства и светофор соединены небольшим кабелем, расположенным под землей. Этот проект является пилотным для нашего региона. В России же он запустился в июне 2014 года в Санкт-Петербурге. Устройство позволяет повысить безопасность на дороге, ведь около половины всех ДТП произошли по вине самих пешеходов. Идут, они не смотрят. Это хоть будет какая-то остановка светиться. Единственное, что, если только будет не очищена дорога, и все равно будет какой-то просвет. Это, ну, я считаю, что это замечательно делают. Как минимум так стало виднее, горит, какой горит свет, и никто, наверное, ну, во всяком случае, все поначалу будут обращать внимание, и никто не рванет перебегать дорогу до машины, во всяком случае. Новая световая полоса – это веяние времени, ведь все чаще в наших руках оказываются гаджеты, и расположенный внизу светофор становится намного заметнее классического. Если новинка хорошо себя зарекомендует, то подобные светящиеся линии будут установлены и на других опасных перекрестках. Однако на данном участке решить все проблемы она все равно не сможет. Да, для пешеходов будет полезно, потому что, ну, здесь нарушить у нас невозможно, у нас просто не останавливается, у нас такое движение, что мы не можем даже в школу перейти. Здесь очень плохой перекресток. Беда в том, что светофор горит очень мало. За время зеленого сигнала люди, особенно с детьми, не успевают перейти дорогу, а ведь рядом расположена школа. Эту проблему еще предстоит решить, забалансировав длительность сигналов, чтобы не увеличивать и так большие пробки. А пока новые наземные светофоры будут радовать граждан праздничным настроением и в то же время стоять на страже их безопасности. Новый год немыслим без огненных забав и колючих деревьев. Тем не менее, чем ближе новогодние праздники, тем больше работы у полицейских. Продолжаются рейды по проверке продавцов пиротехники. До праздника менее недели, но по ночам рязанские дворы уже содрогаются от шума петард. Одновременно с радостью салюты и фейерверки могут принести нежелательные последствия. Пиротехника может оказаться поддельной. Да и не всегда петарды продаются легально. А кто знает, что от этого можно ожидать. К примеру, полицейские со специалистами регионального управления МЧС выявили, что в некоторых магазинах, реализующих пиротехнику, в частности на Московском шоссе, недалеко от крупных гипермаркетов, нарушены правила торговли и пожарной безопасности. В ходе данных рейдовых мероприятий были выявлены факты неустановки индивидуальными предпринимателями, реализующими пиротехнические изделия, сигнализацией пожарных, а также реализация пиротехнических изделий в непосредственной близости от обогревающих устройств. В отношении нарушителей подготовлены материалы для взимания внушительного штрафа. Рейдовые мероприятия по пиротехническим магазинам будут продолжены. Все это делается для наведения порядка и организации безопасности рязанцев, чтобы праздники стали по-настоящему радостные, яркие и веселые. С января 2017 года в России вступает в силу новое распоряжение правительства. Перевозить школьников можно будет только на автобусах не старше 10 лет. А пока после автокатастрофы в Ханты-Мансийском автономном округе, в которой погибли 10 детей, правительство ужесточило контроль за соблюдением правил безопасности. В Рязани автоинспекторы уже задержали несколько нарушителей. В Рязани начался сезон поездок школьников на новогодние мероприятия. Однако каждый час сотрудники ГИБДД останавливают автобусы, которые нарушают правила перевозки детей. По закону, если в колонии находятся более трех автомобилей, то их должны сопровождать до места назначения сотрудники полиции. Если автобусов меньше, то компания-перевозчик должна направить в ГАИ уведомления о цели поездки. В соответствии с законодательством Российской Федерации, при осуществлении организованной перевозки несовершеннолетних, организация перевозчиков, то бишь школа, обязана уведомить подразделение госавтоинспекции о том, что она осуществляет перевозку не менее чем за двое рабочих суток перед поездкой. Сегодня с нарушениями уже остановлены автобусы, перевозившие учеников 5-7 классов на новогодний утренник и учеников 9-х классов на спортивные соревнования. Напомним, что детьми в Российской Федерации считаются люди до 18 лет и разрешение на их перевозку необходимо получать, когда ученики отправляются группой более 8 человек без родителей. При этом с ними обязательно должен быть сопровождающий и медик. Ответственность за нарушение правил перевозки ложится на хозяина автобуса. Ответственность предусмотрена за это частью 6 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает штраф на должностных лиц в размере 25 тысяч рублей, либо на юридическое лицо в размере 100 тысяч рублей. Водителю в этом случае ответственность не грозит. На этой неделе Государственная Дума окончательно приняла законопроект, который ввел единые нормы к организации детского отдыха. В частности, устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам, профессиональные и квалификационные стандарты педагогов. Разработка закона началась после трагедии в Карелии. Летом на туристическом маршруте погибли 14 детей. Из-за нарушения требований безопасности 4 декабря в Тюмени вновь был траур. Школьный автобус попал в ДТП, в результате чего погибли 11 детей. Чтобы не допустить повторения трагедии, требуется повышенное внимание и соблюдение простых правил. Тогда поездка станет по-настоящему приятной и безопасной. Пока Рязанский цирк закрыт на реконструкцию, увидеть экзотических животных и зажигательное шоу можно в советском цирке. Шатер расположился на парковке торгового центра «Премьер». Новогодние представления покажут с 24 декабря по 8 января. Дикие животные и магия манежа. С уникальным новогодним представлением в Рязань приехал советский цирк. Это яркая, насыщенная шоу-программа. Потрясающие воздушные гимнасты, парящие под куполом цирка. Клоуны, дрессировщики, лазерное шоу. И, конечно, главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Особой гордостью цирка стали уникальные номера джигитов, аналогов которым по зрелищности и сложности нет во всей России. Чудеса эквилибристики покажет финалист проекта «Минуты славы». И, конечно, маленьких зрителей ждут множество дрессированных животных. Игривые обезьяны, талантливые собачки, экзотические верблюды. И жемчужина представления. Амурские тигры. Редкие, занесенные в Красную книгу животные, будут от вас на расстоянии вытянутой руки. Все они – состоявшиеся артисты, устоять перед которыми просто невозможно. У нас они живут и даже рождаются в нашем цирке. Вот Катюша родилась летом в нашем цирке. 24 декабря по 8 января. Приходите к нам на представление, будет очень интересно. Зимние морозы подоступили. В городе установилась теплая и пасмурная погода. Синоптики говорят, что, скорее всего, такой характер погоды сохранится до конца декабря. И с сильными морозами уходящий год уже не испугает. С первых дней декабря погода в нашем регионе установила зимний режим. Но последние декады отметятся теплом, более подходящим к концу ноября. В последние дни года мощный атлантический циклон начал поставлять в центр России теплый и влажный океанический воздух. Морозы сменились оттепелью, а снегом – моросящими осадками и гололедом. В ближайшие дни погоду в Рязани будет определять и южная периферия атлантического циклона. Ожидается облачная погода и осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможен туман и гололед, а температура будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов. В субботу ночью по области ожидается от 2 до 7 градусов мороза. Днем – минус 4, плюс 1. В воскресенье станет немного прохладнее. Ночью – минус 4, минус 9, днем – минус 1, минус 6. Такая же температура сохранится и в понедельник. В общем, умеренные морозы и не сильный снег станут вполне комфортным завершением уходящего года. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока желаем вам хорошего продолжения вечера и новогоднего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok